Для тех, кто только сейчас подключается, я Голубев Фьюри, фронтендер-разработчик в почте MLRU. И я расскажу про то, как мы деплоим проекты и спокойно спим по ночам после этого, несмотря на то, что они раскатываются на довольно-таки крупное количество серверов. Давайте чуть-чуть кратко расскажу, о чем пойдет речь вообще в моем докладе. Сначала я расскажу вам, что нам нужно было деплое, вообще изначально, в самом зарождении. Потом расскажу про то, как мы катим проекты, вкратце и не очень вкратце. Расскажу про то, как это конфигурируется, как мы конфигурируем наши, собственно, выкатки. Про то, как Берлис инженер себя ведет, как он видит выкатку от своего лица. И чуть-чуть упомяну моменты около деплоя, то есть то, что не совсем входит сервис, но тем не менее, конечно, важно. И тоже чуть-чуть пойдусь по плану на будущее, про то, что мы еще не успели сделать, но очень надеемся, что у нас получится. Что нам нужно от деплоя? Какие у нас есть требования? Первое, это у нас есть потребность раскладывать верстку на много серверов. Ну, просто потому, что у нас много серверов. Нам нужно гарантировать целостность релиза, чтобы мы понимали, что тот релиз, который мы собрали, и тот релиз, который попал на компьютер пользователю, это один и тот же релиз. Но это тоже довольно прозрачная потребность. Дальше. Нам нужна атоматная накатка без даунтайма, потому что если наши сервисы будут уходить в режим обновления даже не очень надолго, то достаточно крупное количество людей будет грустить. И понятно, что есть всякие стратегии с graceful апдейтами, но мы сегодня про это говорить не будем. Нам нужна быстрая выкатка на всех серверах. Для чего это? Ну, что значит быстрая? Условно синхронная выкатка на всех серверах. Для чего? Для того, чтобы пользователь зашел, получил новую сияющую красивую фичу, а потом перезашел в почту и эту фичу уже не получил. Вот мы не хотим такой ситуации допустить. И последнее. Мы хотим, чтобы у нас быстро откатывался наш релиз. На случай, если что-то пошло не так, на случай, если мы все-таки что-то не учли в наших всех остальных процессах, в нашем тестировании, в нашем замечательном автотестировании. Вот. В этом все. И что такое много серверов? Много серверов в данном случае – это полторы тысячи серверов, на которые в том или ином виде ездит какая-то верстка. Из этих серверов более 500 использует основной фронт-энд проект Watch. И это более 20 релизов, выкатки и верстки в неделю. Давайте чуть-чуть расскажу про то, что мы раскладываем, из чего вообще это все состоит и как выглядит. У нас есть два типа проектов. Первый тип проектов – это микрофронт-энды. Вот. Соответственно, это какие-то самостоятельные единицы, которые могут, соответственно, разрабатываться и деплоиться отдельно от основного проекта, но, по сути, как бы отдельной ценности не имеют. Используются в рамках хост-проекта. Хост-проект – это, соответственно, вот примерно такая же часть, плюс еще шаблоны. Шаблоны – это что-то, что к вам попадает в браузер в итоге в виде HTML, ну и не суть важна, как оно выглядит изначально, то есть это может быть какой-то JS-шаблончик, который исполняется на сервере, как Павел. Ну и, соответственно, статика – это те файлы, которые попадают к вам непосредственно в браузер, уже без какой-либо обработки. Это JS-файлы, CSS-файлы, шрифты и так далее. И вот, как пример, хост-проект почты основной, Octavius состоит из, ну, собственного хост-проекта и множества микрофронт-эндов, одним из которых является написание письма проект Compose. И дальше. Давайте я вот ввел вас в курс дела в общем, и теперь чуть-чуть ближе к деталям подойдем. Как начинался наш деплой? Наш деплой начинался в 2009 далеком году с версией, которая называлась тогда GetUpdated. Если вот кто в зале есть, у кого сервисы существуют с 2009 года, поднимите руки, пожалуйста. Я рад, что вам приходится работать с такой новой прекрасной код-базой, но не всегда все так тривиально. Собственно, на самом деле сервис был вовсе неплох. Он был написан на Perlet в то время, и он имел плотную связку с Git. То есть, что у вас было в Git-репозитории, то у вас было и в подакшене. И когда вы делаете новый коммит в главную ветку, собственно, этот коммит в виде defa уезжает в подакшен. Тут, соответственно, кроется главная сила, но и главная слабость этого сервиса в том, что у вас в репозитории и в подакшене должно быть одно и то же. Разве это плохо? Ну, тогда это не было плохо. Но с тех пор как бы немножко все поменялось. Тогда мы писали вообще на голом, просто суровом ES3. Но с тех пор немножечко веб-стандарты поменялись. Вышло еще три новых ES4, 5 и 6. Ладно, не 4. И, соответственно, сейчас мы пишем на ES6, но нам нужно как-то поддерживать паузеры, которые в него не умеют. Поэтому у нас появились всякие припроцессоры, всякая сборка. Вот это все, что фонтендер-заботчики так любят использовать и так не любят настраивать. И, соответственно, вместе с этим появился новый сервис, новая версия, состоящая из двух частей, так называемый get-risk и post-risk. Нет, они не делали get- и post-опросы, но они так назывались. Все еще написано на перле, но уже оперирующие с сущностями вне git-репозиториев именно торболами. Что такое торбол? Это просто архив, торфайл, в который засована вся верстка, которую вам нужно выкатить. И, соответственно, для переключения релизов на продакшене в этот момент использовались симлинки. Почему симлинки? Потому что симлинк можно атомально переключить без, соответственно, даунтайма, без проблем и обновить релиз бесшовно. И там чуть-чуть использовалась дедупликация на мастер-сервере, которую мы потом спилили, потому что она нам немножечко мешала разбираться в том, что же происходит вообще на самом деле с файлами. Но время так же шло, все менялось, и мы пришли к новой версии, той, которая используется сейчас. Это NoRisk. И к нему вдобавок пришел замечательный сервис CDN. Если кто-то в зале знает, что такое CDN, поднимите руки, пожалуйста. О, ну тут куда лучше, чем с сервисами с 2009. Так что можно считать, что все действительно переходят на новые технологии. Соответственно, CDN, если кто не знает, это Content Delivery Network, так называемый. Это система доставки контентов, какая-то просто организованная система серверов, расположенная в разных местах, которые, собственно, хранят одинаковые копии файлов. И NoRisk – это наш сервис, который мы написали на Rust, потому что мы хотели немножечко чуть больше стабильности, чуть больше типизации, хорошей обработки ошибок, вот это все. И, соответственно, с этим нам пришла дедупликация на клиент-сервере. Тогда на мастер-сервере мы могли в нормальном виде, в неизмененном виде файлы, а на клиенте все равно место экономилось. И, собственно, вот тут мы находимся сейчас. Давайте чуть-чуть, вот теперь, когда мы знаем, что у нас находится в текущей версии диплоя, я расскажу, как идет путь листа продакшена. Сначала мы собираем тербол. Мы в него кладем условно все, вот что нам нужно выкатить. Мы заливаем тербол на мастер-сервер, в этот момент он попадает в нашу систему диплоя, но еще ничего не происходит, по большей части нигде больше. Затем мы запускаем выкатку. Это просто нажатие кнопочки. Дальше сервера выкачивают релиз и включают его у себя, переключая Simlink. И в этот момент новый релиз оказывается в бою или еще где-то, в зависимости от того, куда вы захотели выкатить. Это была схема общая. Теперь чуть-чуть поговорим о том, как у нас катятся конкретные типы поектов. Как я уже говорил, у нас есть микро-фантенды и есть хост-проекты. Микро-фантенды как раз используют CDN у себя, и поэтому с ними все чуть-чуть прозрачнее, все чуть более, возможно, вам знакомо. Мы берем какое-то уникальное дирелиза. Это просто, в самом простом случае, это просто какой-то инкремент. Дальше мы берем папочку с файлами, заливаем ее на CDN, пользуемся. И отдельно мы заливаем файлы с хешами. Почему так? Потому что файлы, соответственно, которые есть в хеши, можно переиспользовать между релизами, для того, чтобы пользователь не качал 20 раз один и тот же файлик, и, соответственно, у него грузилась верстка быстрее. Естественно, в идеальном мире мы используем все хешеванные файлы, но к этому мы постепенно идем. Почему CDN? Почему мы решили на него перейти, если у нас есть такая замечательная наша система? Ну, как всегда, главная причина – это деньги. Это экономия ресурсов. Об этом мы чуть-чуть потом еще поговорим. Это интеграция с другими проектами. То есть, поскольку CDN у нас работает по открытому и, в принципе, широко используемому протоколу Amazon S3, то мы можем легко заводить к нам новые проекты, легко какую-то интеграцию вводить с другими системами и так далее. И, наконец, это скорость и геораспределенность. То есть, мы повышаем скорость загрузки для пользователей, которые находятся во всяких отдаленных уголках нашей Родины. И, соответственно, у нас есть специальные сервера в различных городах, а не только в подвальчике в Москве. И скорость – это самый интересный и такой нетривиальный нюанс, потому что в процессе замера скорости мы столкнулись с наибольшим количеством проблем. Естественно, мы же не в один момент переехали, мы начинали у себя это внедрять, и мы, конечно же, сразу задались вопросом, а не замедлит ли это нам на самом деле загрузку сервиса у пользователей. Ну, как, что-то понятно. Тут надо ставить эксперимент. Но выясняется, что благодаря приватности это все далеко не так просто, и современные баузеры ограничивают доступ к времени о загрузке файлов. Потому что тогда вы можете узнать, загрузились они из кэша или нет. Но это в целом тема для прямо отдельного доклада. Сегодня, я думаю, мы не вложимся немножечко в тайминг, если я начну в это углубляться. Вот. Я сказал про экономию. Что такое экономия в данном случае? Сколько мы экономим? Не может же это быть так много. У нас было больше сотни серверов со статикой. Это лишь часть от того числа, что я называл до этого, потому что изначально цифра в полторы тысячи входит как сервера со статикой, так и сервера с шаблонами. А теперь осталось меньше десяти, из которых все пять находятся в Москве. Остальные раскиданы по разным регионам нашей необъятной родины. И, соответственно, нас этим очень радует. И теперь, когда мы чуть-чуть поговорили про то, как у нас раскладываются микрофонтенды, я расскажу более интересную, наверное, часть про то, как у нас раскладываются хост-проекты, потому что это, собственно, делает наш оригинальный сервер NoRisq. Мы все еще собираем тормол просто. Мы заливаем его на мастер-сервер. Ничего в этом плане не изменилось. Мы включаем и тестируем его на тестовом хосте. Включаем по той же схеме. То есть он скачивается, меняется сим-линк. Мы на этом этапе хотим убедиться, что в релизе, который поедет под акшн, ничего не сломалось, ничего мы не отломали пользователям, никаких новых прекрасных багов не принесли. И когда, соответственно, проходит автотест, и когда проходит ручное тестирование, мы переходим к следующему шагу. Мы жмем кнопку выкатки. На этом этапе сервер продакшн уже заберет тормол и распаковывает его. И потом, когда они все его распаковали, они дружно берут и переключают сим-линк. И все. На этом моменте новый релиз находится в бою. Ну, собственно, я рассказал в целом все про наш общий флоу. Но тут можно задаться вопросом. Вот это все работает, как я описал. А как это конфигурируется? Как выглядит наше окружение? Как выглядят наши проекты? Да. В этом нам помогает уже упомянутый сегодня сервис OnlineConf. Этот сервис от наших коллег используется у нас, как говорилось, достаточно давно. И в нем задается конфигурация как для проектов, так и для, собственно, серверных групп. И серверные группы, соответственно, они есть разные, но об этом чуть попозже. И изменения в конфигурации долежают практически мгновенно, что нам очень приятно, и не требуют рестата сервиса. Вот наглядно чуть-чуть по то, как выглядит наша настройка. То есть у нас есть несколько окружений, каждая из которых, соответственно, матчится на какую-то фазу разработки и выкатки кода в продакшн. У нас есть сначала дев, в котором разобраться все задачи, в котором программисты имеют свои небольшие отдельные окружения, которые никому ничего не ломают, и, соответственно, все раскладывают свои фичи-ветки. Когда программист уже уверен в своей фичи, готов ее катить, она попадает в составе лиза на стейджинг, на бета-тест хост. Там прогоняется основная пачка автотестов, там прогоняется ручное тестирование, и после этого, когда мы, опять же, полностью уверены в нашем лизе уже, мы жмем кнопку «Деплай», и она попадает в продакшн. Тут вы можете заметить, что у нас есть несколько групп серверов. Зачем? Затем, что не все проекты, созданные равными, не все проекты ездят на одни и те же сервера. Например, отдельная группа серверов существует под почту и под авторизацию. И, соответственно, вот как можно заметить, в одной ветке может быть неограниченное число групп серверов. Но это все теория. Я показал вам только иллюстрации, показал вам графики. А как же это все действительно выглядит в реальной жизни? Что вы видите, когда вы хотите собрать релиз и выкатить его? Об этом после короткой паузы. Да. Когда вы хотите выкатить релиз, вы создаете ветку. Создаете ветку с перфиксом «релиз». И дальше пишите, что вам захочется. Обычно наши очень дисциплинированные люди пишут название таска, по которому катится релиз. Дальше после этого мы жмем большую красивую кнопочку «деплой». И после этого все раскладывается на тестове сервера. Запускается автоматическое тестирование. И приходят уведомления в чатик о том, что Куа-инженерам пора тоже браться за работу. И когда, собственно, автотестирование пошло, когда мы все подождали, когда Куа написал в таск, что ему все ок, еще не зная о том, что на самом деле катится в этом релизе, мы жмем кнопку «выкатки в бой». Собственно, если некоторые могли узнать, это интерфейс GitLab, это GitLab CI. И, соответственно, мы опять же жмем кнопочку «деплое». И вот здесь немножечко может кому-то не хватать подобностей. Мы тоже так иногда думаем. И поэтому мы в будущем планируем добавить интерфейс нашей фронт-энд-платформы, в котором мы сможем более подробно смотреть за выкаткой релиза, за его статусом и так далее. Ну, вот теперь произошло невероятное. Вы выкатили релиз. Такого никогда с вами не случалось. Что вы теперь будете делать? Куда теперь смотреть, что вообще происходит? Ну, сначала вы видите сообщение о релизе. Оно приходит в чатик, чтобы все полюбовались о том, какой вы молодец. В этом сообщении указывается, соответственно, задача. В этом сообщении указывается ваше мэр. И ваше имя, чтобы все знали, кому приходить, когда сломался продакшн. И по этим же сообщениям мы всегда знаем полную хронику выкатки релизов. Мы всегда знаем, собственно, куда копать, если что-то вдруг неожиданно перестало работать. И в целом они значительно облегчают нам жизнь. Но сообщение — это еще не все. Есть еще мониторинг. Поскольку, конечно, деплой, он всегда за вас позаботится о том, чтобы все докатилось, но не всегда все так тривиально. Бывают какие-то проблемы. И чтобы посмотреть статус даже гранулярно, даже вплоть до отдельного конкретного сервера, можно посмотреть мониторинг. И это инструмент как для разработчиков, так и для системных администраторов, которые вводят новые сервера в эксплуатацию. Ну и, собственно, я вкратце рассказал про то, что у нас существует на данный момент, и чуть-чуть затрону планы на будущее. Что же у нас дальше? Дальше у нас в плане одним из пунктов стоит выкатка на процент серверов. Что я под этим подразумеваю? Я подразумеваю не просто физическую возможность выкатить на 10% серверов и на этом как бы закончить, потому что это само вам не поможет ни в чем. Но я подразумеваю также, собственно, метрики, алертинг, который нужен для того, чтобы сделать этот процесс действительно эффективным и полезным. Потому что если вы выкатили на 10%, у вас нет алертинга, у вас нет метрик, или они недостаточно чувствительные, вы выкатили на 10%, посмотрели так внимательно в интерфейс, и все нормально, и покатили дальше. Но для того, чтобы это действительно стало полезным, нужно достаточно специфичные алертинги, которые гораздо более чувствительны, чем для просто выкатки. Дальше мы хотим попробовать в continuous delivery. Поднимите руки здесь, кто знает, что такое continuous delivery. Хорошо. Для тех, кто не в курсе, continuous delivery – это общее название процесса, когда вы, грубо говоря, вяжете свою ветку в основную, и дальше все происходит за вас, вам не нужно нажать никаких кнопок, все условно, что в коде, то и в подакшене. Не напрямую, конечно, но близко к этому. Почему мы так еще не делаем? Какая тут есть проблема? Как я уже говорил, у нас существует ручной тестерни, не только автоматическая, потому что в фронтенде вы находитесь в неполностью контролируемом окружении, вы не все можете проверить с помощью автотестов, то, что вы можете проверить руками. И если даже в последнем хроме вы можете проверить достаточно много вещей, то в старых браузерах просто не существует API, с которым можно работать. Существуют всякие интересные решения через JavaScript и все такое, но насчет их надежности я не буду говорить сегодня. И, соответственно, это приносит проблему, потому что все равно нужны какие-то ручные действия, все равно нужно какое-то взаимодействие с тестировщиком. Но мы думаем, мы стараемся представить кейсы, в которых мы можем эту проблему обойти. И как минимум частично мы хотим попробовать к тест-деливере, потому что нам кажется, что это ускорит наш цикл выкаток и в целом позволит нам более комфортно разрабатывать какие-то таски. И последнее – это более плотная поддержка Kubernetes. Почему более плотная? Почему Kubernetes? Давайте, опять же, кто работал, кто знает, что такое Kubernetes, поднимите руки. Окей. Опять же, короткий яскус. Kubernetes – это платформа для виртуализации, для управления, как сказать, управления множеством контейнеров с возможностями масштабирования и так далее. Но в общем и целом, грубо говоря, главная часть – это система виртуализации. А все те вещи, о которых я говорил изначально, они все же, в первую очередь, применимы к серверам, и так называемым BareMetal. Но, хотя мы разрабатывали, конечно же, изначально, в 2009 году, с расчетом под BareMetal, с тех пор вводные немножечко поменялись, мы двигаемся в сторону Kubernetes, потому что мы считаем, что он куда лучше покрывает наши потребности, наши, собственно, нужды. и переход к нему просто для нас условно неизбежен. И, соответственно, система деплоя должна в этом плане нас поддерживать, нас вести. И у нас есть уже пилотный проект деплоя в Kubernetes для верстки, но мы планируем расширять этот трек, планируем больше усилий в это привести, и в целом сделать это нашим основным подходом, сделать наш деплоя Kubernetes first, так сказать. И на этом я хотел бы вас подвести к слайду, на котором есть полная исчерпывающая наша схема деплоя, в которой мы могли бы повторить сами по этому слайду, но она не влезла на слайд, поэтому будут краткие выводы, о чем доклад или хотя бы какие выводы вы можете из этого сделать для себя. Во-первых, не стоит забывать о тех задачах, которые вы, собственно, решали своим сервисом. То есть я вначале перечислил очень кратенько те цели, о которых я говорил, но, например, одна из планов на будущее, как кто-то из вас мог заметить, немножечко противоречит тому, что я говорил, а именно цель по выкатке на процент. Как я говорил, что мы хотим синхронно выкатываться на все сервера, а теперь не хотим. Но это потому, что вводные поменялись. Появились фичи-флаги, которые мы можем использовать для того, чтобы включать фичи уже после релиза, и эта проблема нас больше не донимает, мы больше от нее не стараем, и, соответственно, мы эту вводную можем брать и изменить ее чем-то, что нам более нужно в текущий момент. И, соответственно, не бойтесь менять свои серверы, если изменилось состояние остальной реальности, потому что все же реальность придет за вами, и никакой сервис не высечет в камне. То есть, даже если вы уверены, что вы заложили самые лучшие просто вводные когда-то, то, скорее всего, со временем они поменяются, и вам придется поменять свой сервис, соответственно, если к тому времени вы не найдете еще более хороший, замечательный, сияющий офенсорсный сервис. И на этом все. И я хотел бы послушать ваши вопросы. Да, ну, начнем, наверное, сначала с оффлайн-вопросов. Видела две руки. Возможно, тупой вопрос, но я не очень поняла, когда речь шла о том, что было 100 серверов, а стало 10, когда внедрили CDN, за счет чего стало настолько меньше? Да, давайте тогда кратенько чуть-чуть расскажу. В нашей старой системе диплоя, которая проектировалась еще, соответственно, давно, за счет чего были эти 100 серверов? За счет того, что на каждый сервер копировалась полностью целиком верстка и все ее, соответственно, текущие версии, которые есть в подакшине. Сейчас в случае с CDN используется архитектура, в которой находится S3, соответственно, в этом S3 хранится основная копия файлов, а остальные сервера являются не зеркалами, а так называемыми кэш-серверами, то есть они хранят у себя какую-то активную часть кэша, а если не могут найти файл, они сходят за ним в основное хранилище, которое, естественно, здоровенное, но на этих серверах не должно быть так много памяти, не должно быть так много дискового пространства, они просто должны быстро оборотать запросы, и на этом все. А само хранилище, соответственно, может быть помедленнее, но при этом оно крупное по месту. Я поняла, спасибо. И у меня быстренько второй вопрос еще. С откатами что? С откатами? Я не уверен, что я уполномочен говорить, что с откатами, но если речь про откаты релизов, то да, за счет того, что у нас используются симлинки, опять же, то старая версия остается на сервере и можно точно так же атомарно за условно один такт процессора поменять этот симлинк обратно и на этом все происходит. Все заканчивается, все перестает стоять, все прекрасно. И для этого есть та небольшая часть пайплайна, которую мы показали, которая не была активна, потому что, к счастью, в этот раз ее не пришлось использовать. У меня вопрос есть, спасибо за доклад. Есть предположение, что есть еще из Америки, из Европы другие пользователи, наверное, Доставляете ли как-то вы им контент или так же? Мы доставляем, на самом деле, действительно, я этот момент опустил. У нас есть один из того, что я знаю, я мог что-то выпустить в том, что изменялось, но как минимум один сервер где-то в условном Мастердаме у нас точно есть. И, соответственно, там есть копия файлов. Спасибо большое за доклад. У меня есть такой вопрос. Мне пришла неожиданно такая мысль. У вас же ваши приложения это в основном сингл-пейдж аппликейшны, или нет? Да, в целом. Вамного. Получается, вот у вас три релиза в день, ну, в среднем, ты говорил, 20 релизов в неделю. Получается, если я не буду обновлять никогда свою страничку, ну, где-нибудь полгода, то я смогу заморозить свою почту в состоянии 2007-го, ну, ты понял, короче. 2009-го? Да, 2009-го. Почти. На самом деле, у нас есть схема, которая, ну, она не входит напрямую в эту систему деплея, поэтому я по нее не говорил. эта система входит в рамки, собственно, самого Single-Page Application, который с помощью определенных структур сначала подтягивает файлы нового релиза, а потом аккуратненько, когда вы отвернулись, перезагружается внизу, и вы ничего не замечаете. Спасибо, Юр, тут еще вопросы. Спасибо за доклад. Скажи, у тебя было там три инкарнации всей этой системы, а видишь ли ты где-нибудь Model Federation в одной из будущих инкарнаций? Model Federation возможно. У нас это та вещь, которую я не включил в наши планы, потому что насчет нее мы не настолько уверены. У нас есть своя система микрофронтендов, которая в целом нас устраивает на данный момент. Она немножко менее, конечно, такая, менее колоссальная, менее такая всеобъемлющая, но с ней нам удобно, привычно работать. Мы делали подход к Model Federation, но пока мы не уверены до конца, какое наше решение по этому вопросу. Ваш подход к микрофронтам это не синглоспл, это что-то свое внутреннее? Это свое внутреннее, это внутреннее решение, разработанное еще значительное время назад, но я не скажу точно, сколько лет сейчас без заглядывания в код, но точно задолго до Model Federation. Последний маленький вопрос. Когда выливаете только внутреннее, то есть не рутовое приложение, а приложение, которое вложенное, микрофронтенд, не было ли проблем с кэшированием на клиенте и как вы с ним боретесь, если есть? Проблемы с кэшированием на клиенте, ты имеешь в виду для... Ладно, сейчас попытаюсь ответить. Если речь о шаблонах, то мы боремся с обычными заголовками, которые запрещают кэшировать HTML-страницу. Если речь о статике, то мы используем для статик части этого проекта, используем абсолютно тот же подход, что для микрофронтендов, потому что почему нам его не переиспользовать? И, соответственно, тоже оно теплоится в CDN и все файлы, которые изменились, меняют путь и, в принципе, кэш физически не может сохраниться. Привет, спасибо большое за доклад, очень классно. У меня два вопроса, один, правда, к залу, один, второе к тебе. Помогите, пожалуйста, поднимите руки, кто знает, что такое simlink. Ага, да, я знаю, что такое simlink, но, мне кажется, если ты расскажешь нашим друзьям, это будет здорово. Спасибо. Да, давайте, действительно, расскажу чуть-чуть, Катенька, что такое simlink. Simlink, это, также еще, их называют символические ссылки, возможно, вы могли слышать когда-нибудь, могли и не слышать. Это одна из, так сказать, абстракций файловой системы в Linux, которая позволяет вам иметь ссылку на директорию, которая сама по себе является файлом. То есть, когда вы читаете файл, например, с папочки slash simlink1 slash release, это может быть на самом деле папочка где-то вообще в другой части файловой системы, там, на самом деле, она лежит потом slash root, slash nginx, slash, еще что-нибудь. и когда вы поменяете эту ссылку, вот эту simlink1, когда вы заменяете в ней значение, то заменяются условно все файлы в этой папке, как будто бы заменяются. На самом деле ничего не происходит, заменяется вот только этот ссылочный файл, и вместе с ним изменяются все файлы, по которым вы сможете считать. Юр, спасибо большое за краткий экскурс. У нас тайминг, поэтому мы сейчас перейдем к онлайн вопросам. Так, есть пара онлайн вопросов. Смотри, там была проблема с выкаткой для старых браузеров, но так она решилась, осталась. Проблема с выкаткой, наверное, речь о том, что я говорил не про проблему с выкаткой для старых браузеров, а я мог говорить про проблему тестирования, но с этим мы справляемся с силами ручных сиропщиков, святые люди. Если речь про то, что нам нужно поддерживать старые браузеры и в 2009 году версии деплой это было нужно делать руками, а теперь не руками, туда за нас теперь это делают при процессоре, то есть бабель, который используется внутри вебпака в том или ином виде, и собственно за нас переводят красивый E6 код в то, что умеют понимать браузеры. Далее есть логичный, но не самый очевидный вопрос. Вот ты говоришь, важно в планах иметь пункт на кувер, назовем его так. Объясни, почему это важно. Да, давайте объясню. В целом, как я и сказал, у нас множество наших сервисов постепенно движется к тому, чтобы переезжать в кубернетис и в каком-то возможно отдаленном, возможно не очень будущем у нас может просто не остаться барметал и куда мы будем катиться тогда. Ну и серьезно просто это наш подход, к которому мы приходим и мы должны соответствовать даже если мы катим верстку, не обязательно она будет даваться так тривиально, как будто она просто внутри контейнера. существуют разные варианты. Мы делали подход с запуском просто внутри контейнера, но есть варианты например с так называемым все-сайдавером, но это очень все глубокие подобности, они будут наверное в это сейчас сдаваться. Окей, ну и классика, знаешь, таких завершающих вопросов вообще все можно было сделать обычными решениями, их куча в интернете. Объясни, почему это не твой кейс? Да, давайте чуть-чуть про это. Во-первых, очевидно, всегда все можно решить через S3, но нет, на самом деле нельзя. S3, конечно же, решает кучу задач, замечательные протоколы, замечательные реализации, но атомарность него в принципе не входит как часть стандарта, и то есть как минимум эту проблему мы уже не можем чисто с помощью него решить. мы рассматриваем S3 в качестве хранилища именно внутреннего какое-то время, но опять же я не включал это в планы на сайте, потому что это еще не высечено в камне, все может измениться, и соответственно если есть, конечно, решение, которое позволяет вам подключить S3 как кусочек файловой системы, вот он прям как настоящий, как живой, но это на самом деле ложь, потому что вам все равно приходится ходить по сети, а когда вам нужно сходить по сети на каждое обращение в файловую систему, это оказывается немножечко долго. Вроде бы все. Спасибо большое, Юр. Давай выберем самый лучший оффлайн вопрос сегодня к тому докладу. Да, я мог бы дать лучший вопрос человеку с вопросом по Симлинке, но это будет нечестно, он и так уже выбрал себе игрушку. Я бы сказала, что это забота, а не вопрос. И поэтому я бы отдал лучший вопрос вопросу про то, как мы обновляем интерфейс и про то, что нельзя ли закрашивать себе почту из 2009 года. Супер. Держи. Спасибо. Спасибо. Спасибо.